Всем привет! Решил записать небольшое видео, рассказать вам о грядущих обзорах, а их будет много, так что не забываем подписываемся на канал. Завтра уже пойду за HTC 10 и в ближайшее время запишу распаковку и свои первые впечатления. А сейчас давайте посмотрим, что ко мне уже приехало. Начнем, наверное, с наименьшего, с кабеля. Заказал вот такой вот кабель, называется Mig Flip. Покупал через Indiegogo. Ссылка будет в описании к этому видео. Доставка бесплатна по всему миру. Фишка данного кабеля заключается в том, что это первый в мире кабель microUSB, который можно подключить любой стороной. Кабель бывает трех размеров, 20 см, 100 см и 200 см. И также продается в трех цветах. В серебристом, как у меня, есть еще черно-красный и золотой вариант. Давайте посмотрим более внимательно на него. По материалам. Это у нас металл, точнее алюминий. Здесь обычный USB. А вот здесь у нас microUSB, который можно вставлять любой стороной. Довольно-таки толстая тканевая оплетка. Прорезиненная заглушка. Но по внешнему виду могу сказать, что кабель должен прослужить довольно-таки долго. Но давайте проверим его в действии. Samsung Galaxy S7 Edge. Как вы знаете, разъем у нас microUSB. Втыкаем кабель сначала одной стороной. Держится хорошо. Переворачиваем. И другой. Я уже проверил. Заряжается при любом подключении. Кабель, конечно, не дешевый. Стоит 10-15 долларов. Но выполнен качественно. Надеюсь, прослужит долго. Следующим по плану у нас идет телефон Ulefone Vienna. Покупал в интернет-магазине Banggood. На момент обзора там он стоит 170 долларов. Обзор его будет, наверное, в ближайшее время. Давайте быстренько посмотрим на комплект поставки и характеристики. Здесь у нас указан аккумулятор 3250 мАч. 64-битный восьмиядерный процессор. Но это у нас всем известный Mediatek. 3 ГБ оперативной памяти. 32 ГБ встроенной памяти, что редкость для бюджетных смартфонов. Экран у нас шарповский, 5,5 дюйма. Камера 13,5 мегапикселей. Dual SIM, поддержка 4G. Full HD, 5,5 дюймов. И у нас здесь 2,5D стекло. Давайте посмотрим комплект поставки. Сам телефон. Убираем его пока в сторонку. Здесь у нас кабель. Кабель у нас довольно-таки интересный. Плоский шнурок. USB на microUSB. Выполнен качественно. Soft-touch. Зарядка у нас напоминает зарядку от Samsung. 5 вольт, 1,5 ампер. Что в комплекте? В комплекте у нас идет защитная пленка. Одна уже была наклеена на экран. Также у нас скрепка для извлечения лотка. И в комплекте у нас еще идет чехольчик. Силиконовый. Прозрачный. Опять же, приятно с учетом стоимости данного телефона. Вот такой вот телефон. Более подробно про него расскажу в обзоре. Производитель делает акцент на том, что это музыкальный телефон. Здесь есть отдельный аудио-чип. Обязательно проверю. Продается он в нескольких цветовых решениях. Я взял такой вот розовый. Сейчас это модно. Есть еще в черном, серебристом и белом варианте. Есть сканер отпечатка пальца. Экран 5,5 дюйма. Здесь стоит Android 5.1. В июне выйдет обновление до 6.0. Более подробно про данный смартфон я расскажу в полноценном обзоре. Но могу отметить, что в сравнении с тем же Umitouch, который у меня был недавно на обзоре, этот телефон мне гораздо больше нравится. Нравится прежде всего экран. Действительно очень качественный. Отличные углы обзора, насыщенность. Но все будет у нас в полноценном обзоре. Следующим по плану у нас робот-пылесос, который я давно хотел. Заказал его через Алиэкспресс. Обошелся он мне в 189 долларов. Понравилось то, что доставка у продавца была бесплатная по России. А как вы знаете, подобные вещи весят довольно-таки много. Больше 3 килограмм. И сама доставка может влететь в копеечку. Ссылка на продавца будет в описании к этому видео. Давайте посмотрим комплект поставки. Обзор его будет, наверное, через 1-2 недели, когда я им попользуюсь. Почему я резко захотел данный пылесос? Потому что появился код, появилась шерсть. А пылесосить каждый день не вариант. Надеюсь, именно данный робот-пылесос позволит, по крайней мере, уменьшить количество шерсти. Но более подробно о качестве уборки я расскажу, конечно, в полноценном обзоре. Но давайте перейдем к распаковке. Моделька называется V7S. Отличие от обычной V7 в том, что здесь еще есть функция влажной уборки. Про нее я вам также расскажу. Итак, начнем, наверное, по порядку. Здесь у нас находится контейнер для влажной уборки. Сюда у нас, собственно, и наливается вода. Ручка, чтобы его удобно было достать. Помимо воды, можно сюда добавить еще какое-нибудь чистящее средство для пола. Объем указан 400 миллилитров. В комплекте у нас идет вот такой вот пульт и две батарейки. Формат у нас 3А. По кнопкам, я думаю, все понятно. Ручное управление. Различные режимы по кругу. Возврат домой на базу. Режим углы. Показывает текущее время. Также можем запланировать уборку. К сожалению, насколько я понимаю, запланировать на определенный день такой функции нет. Но более подробно я, конечно, изучу и вам расскажу. Сетевая зарядка. Продавец положил у нас переходник на нашу вилку. Разъем здесь у нас круглый. Уклетик с инструкциями. Сменная тряпочка для влажной уборки. Сам робот-пылесос. Пока я его уберу в сторонку и посмотрим, что у нас под ним. А под ним мы имеем запасную щетку. И два сменных фильтра, которые под водой чистить не получится. Ну вот, щеточкой вот этой их можно почистить. Один уже стоит в пылесосе. Ну и сама база. Сюда заезжает у нас пылесос и заряжается. Здесь разъем для сетевой зарядки. В самом роботе-пылесосе стоит аккумулятор емкостью 2600 мАч. Должно хватить где-то на 2 часа уборки. Но обязательно все это дело проверю. Вот так выглядит у нас робот-пылесос. Здесь у нас одна-единственная сенсорная кнопка для очистки. Под дверцей у нас находится отсек, куда у нас собирается пыль. Вот так у нас это дело выглядит. Здесь у нас сеточка, которую можно мыть. Что у нас снизу? Два больших колеса. Одно маленькое. Имеется небольшой ход. Соответственно, я думаю, данный пылесос может забираться на какие-то препятствия на высоту до полтора сантиметра. Обязательно проверим. Вот, собственно, у нас щеточка, которая уже стоит. И здесь у нас сбор пыли происходит. Самый главный. Такой механизм. Резиновые накладочки. Щетка. И сюда у нас засасывается пыль. И уже попадает в пылесборник. Кнопка включения. По периметру различные датчики. Спереди у нас подвижная часть. Прорезиненная накладка. В случае влажной уборки достаем пылесборник. И вместо него кладем емкость для воды. Сюда, естественно, наливаем воду. Плюс, как я говорил, можно добавить еще чистящее средство для пола. Закрываем. Переворачиваем пылесос. И одеваем вот такую вот штуку. В комплекте у нас две тряпки из микрофибры. Крепятся они с помощью липучек. Все, пылесос готов у нас для влажной уборки. Отсюда у нас поступает вода. И, соответственно, данная тряпочка все у нас моется и протирается. Ну, собственно, по пылесосу все. Нажимаем чистить. И он у нас заступает на дежурство. Шумит, кстати, не скажу, что громко. Следующим по плану у нас будет обзор Xiaomi Mi TV Bar. Что это такое? Если вкратце, это такая вот приставка, которая подключается к любому монитору с HDMI-выходом. И мы получаем своеобразный Smart TV. Здесь есть и колонки, есть и Android. Более подробно будет у нас в обзоре. Там же будет распаковка, чтобы не затягивать данное видео. Если будут вопросы, задавайте. За приставку отдельно спасибо интернет-магазину MIUI Pro. Ссылка будет в описании к этому видео. Есть доставка по России. Все, всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!